что же она заслужил посмотришь что у нас есть надо еще здесь будет сгонять за аптечкой вот здесь торчит ящик посмотрим вот 6 вот вот Продолжение следует... 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 Так, я установил это, так сказать, это посмертное сообщение, мой компьютер, чтобы оно дошло до тебя. У меня на счету, простите, у меня жизнь засохована на 100 тысяч нен. Они будут выплачены, когда ты найдешь того, кто меня убил. В живом с признанием или в мешке для трупов с доказательством. Что угодно сработает. Свяжись с моей фирмой Роджерс, Менгерт и МакКейн. Когда работа будет закончена. Они знают, что делать. Он поворачивается налево. Чет. Камера поворачивается, чтобы на ней возникла хорошо одетая фигура человека. Сидящего рядом с Сэмом. Согласно пожеланиям мистера Уатса, Роджерс, Менгерт и МакКейн установили сохранный... Так, это так. Ага. Установили защищенную, выделенную телефонную линию. Для того, чтобы вы могли связаться с нами напрямую, когда работа будет закончена. Вскоре мы... Вскоре после этого мы начнем процесс сверки. Заметьте, что вы должны пользоваться защищенным соединением, чтобы получить доступ к этому номеру. Мы не примем запросов на сообщения, скамлинков или других переговорных устройств. Камера поворачивается обратно к Сэму. Сэм становится серьезным. За первое время. Первое в его жизни время. Слушай, Стил Кроу. У меня была хреновая жизнь, и я скорее всего, что ставлю хреновый труп после себя. Я делал людям больно, делал больно себе. Я не знаю. Может, мне просто хочется, чтобы у меня была последняя воля. Чтобы я мог сказать свое последнее слово. Может, я просто хочу, чтобы хоть кто-то позаботился. Чтобы хоть кому-то была важна моя хреновая, дурацкая жизнь. Ну так что ты скажешь? Я скажу, что я променял своего собутыльника на деньги. Надеюсь, это было да. Я в последнее время решил, что было бы неплохо установить чип с маячком в мою голову. Если или когда мое сердце остановится, он активируется. Так ты меня найдешь. Что ж. Вижу тебя на... Вижу тебя в могиле. Ну или на месте. Как угодно здесь можно сказать. Всевая куча всяких специфических хорожений. Покойтесь с миром, Сэм. Увидимся в Сиэтле. Что ж. Ваш самолет долетает до взлетно-посадочной Си-Тек с ветерком. Добро пожаловать в Сиэтл. Холодный, моросящий северо-западный дождь Осложняет вам возможности обзора, когда вы ступаете вниз по трапу. Через некоторое время вы уже сидите в раздолбанном такси. Следующим за сигналом мычка Сэма в сердце редманских пустошей. Ну или развалин. Как угодно, в принципе. Перемалыватели органов. Легальная организация, продающая органы. Неважно, органы ли это живых или мертвых. Если вам нужно хоть сколько мыть Ньен, это место, которое вам нужно. Здесь вы сможете продать любую часть тела или же орган. Также это хорошее место для того, чтобы избавиться от ненужного вам тела. Да еще и подзаработать на стороне. Это франшиза, ближайшая, что у развалин есть к моргу. Похоже, это то место, где тело Сэма Уотса оказалось в конечном счете. Вы открываете дверь, и вас обдает вонью. Да, проходите, я в зале. Запах смерти и разложения проносится мимо вас. Немного подзамаскированный мятным освежителем. Жуткий запах. Над телом недавно усопшего возится маленький гном. Он что-то насвистывает. Его широкая улыбка говорит, я люблю мою работу. Чуть больше, чем вы ожидали бы от кого-то, кто замешан в торговле органами. Вы постепенно подходите, и он поднимает свой взгляд на вас, все так же улыбаясь. Что-то доброе есть в его глазах. Хотя, может это просто отражение хрома и его хирургических инструментов. Извините, не ожидал посетителей в этот час. Да и какой-то говнюк из корпоратов забрал моего, точнее переманил моего секретаря. Что я могу для вас сделать, мэм? Вы коронер? Я Джон Дрезден. Менеджер перемалывателей органов в этой части города. Так что да. Эта франшиза делает меня местным коронером. А вы кто такой? Стил Кролл. Я представляю человека по имени Сэм Уоттс. Я здесь, чтобы заняться расследованием его смерти. Он моргает. Точнее, как бы это сказать, тут не дело не... Там что он моргает. Его лицо омрачается. Интересно. Мертвые люди, странные клиенты. Что же заставляет вас думать, что он тут? У Сэма был маячок, вставленный ему в череп. Я проследил за ним до этого места. Ясно. Что ж, вы правы, он тут. Так что много людей знают об убийстве до сих пор, правда. Но пресса... Пресса... Пресса еще не учуяла запах смерти. По большей части потому, что его убили здесь, развалинах. Так, кто рассказал вам о том, что он мертв? Цифровое привидение Сэма. Когда его сердце остановилось, мне послали записанное сообщение с просьбой... Найти этого убийцу и заставить его почувствовать вкус правосудия. Гном задирает его в брови. Точнее, гном задирает брови в удивлении. Улыбка пропадает с его лица. Посмертное сообщение, да? Фух, удивительно. Я был занят им несколько... Немного времени... До... До вашего визита. Он вон там. Некоторое время. Все равно получается хреново. Как бы вы не знали английский. Он у меня вторая жертва. Изумрудного резчика. Третий был в пригороде. Точнее, потрошитель. Ну, как угодно. Потрошитель... Потрошитель изумрудного города. Он вздыхает. Не я придумал кличку. На этом имени настаивает псевдольская пресса. Все, что я знаю, это то, что этот потрошитель, как оригинальный джек, знает, как пользоваться скальпелем. Но этот еще более заращенный. Он каждый раз извлекает какой-либо внутренний орган из тела своей жертвы. И какой же трофей потрошитель забрал с тела Сэма? Печень Ватса была извлечена. Клево. Что еще? У первой жертвы не хватало сердца. А у третьей селезенки. Дрезден. А ну иди сюда. Что ж, кто-то его отвлек. Я здесь по поводу новой жертвы потрошителя. Сэма Уотсон. Что ж, пока наш гном с кем-то там занят за шимой. Посмотрим на тело. Тело Сэма наполовину прикрыто стерильным хирургическим полотном. Ну, покрывалом, если хотите. Его тело пепельно-белое. Первый раз без ухмылки. Ниже груди находится маленькая, маленький-тоненький разрез, покрытый засохшей кровью. Остальное тело невозможно разглядеть. Ну, точнее, или оно не тронуто. Да, остальное тело не тронуто. Похоже, что убийца точно знал, что он хотел от своей жертвы. И забрал это. Рядом с Сэмом лежат несколько пластиковых конвертов, содержащих улики, найденные на его теле. Вы можете посмотреть на улики сквозь пакет. Небо не попортив их. Разглянуть на деловую карточку. Точнее, на визитку. Перебирая вещи, вы можете рассмотреть, что это визитка из места, названного... Как сказать... Как сказать... Не знаю, не настолько хорошо, чтобы обходиться без словаря. Возможно, это глупо. Возможно, и нет. Что-то написано на обратной стороне, но из-за крови невозможно разобрать. Что ж, посмотреть на кредитную карточку. Стандартная, дешевая, несощущенная кредитная карточка. Непонятно, что на ней, если... Пока не ставишь ее в свой КПК. Что ж, возьмем карточку. Вы вставляете карточку в слот своего КПК. На ваш счет поступает 300 Ниен. Что ж, неплохо. Хоть какие-то деньги. Посмотреть на фиолетовую рубашку. Это рубашка Сэма. Несколько их пуговиц не хватает. И она сочно пропитана кровью. Что ж, сглянуть на написанную вручную записку. Вы можете разобрать лишь часть записки. Так как остальная часть либо разорвана на запчасти. Либо покрыта запекшейся кровью. Сэм, я чувствую себя отвратительно из-за того, что мы поругались. Мы были долго... Хотелось бы сказать, что я виновата. Увидимся. С любовью, Джессика. Отложить мешок с уликами. Что ж, посмотрим... Что это за парень? Ха, а это орк. И так. Но тут маленьким... Щедушным коронером возвышается... Детектив прямо из... Центрального управления. Если отбросить в сторону клыки, заостренные уши... Ну, и неандертальскую мановровь. Хотя, честно говоря, на картинке ее нет. Ну, поверим на слово. Вы в заверсту можете учуять его дешевый одеколон. Ну, вообще, честно говоря, это... Дешевый запах средства после бритья. Ну, да похрен. Так, зовут нашего детектива Маккласки. Что ж, будем знакомы. Итак, это жертву поторшителя. Вот. Имя мне знакомо. Не его ли мать покончила с собой? С собой. Несколько дней назад. Лицо коронера обручается. Как вы настаиваете? Он хрюкает. Да ладно, она себя прикончила. Мы во всем отлично разобрались. А теперь давай, Дрезден. Мне нужно что-нибудь, чтобы работать. Что-нибудь, чем я мог бы работать здесь. Это дело поторшителя. Мой билет в лейтенанты. Я уже рассказал все, что знаю. Билет в лейтенанты. Убийца обезвреживает свою жертву с помощью комбинации наркотиков и магии. Затем извлекает какой-либо внутренний орган. С тела все еще живой жертвы. Преступник, скорее всего, правша. С тонкой гибкой рукой. И он знает, как пользоваться скальпелем. Также он отлично разбирается в человеческой и метачеловеческой анатомии. Ну и... Что я? Хм... Преследую долбанутого хирурга? Не обязательно. Я не знаю никаких хирургов, которые все еще пользуются скальпелями. В наше время все делается с помощью управляемых компьютером лазеров. Мог быть кто угодно. От полевого хирурга до какого-либо старинного знахаря. От тебя никакой помощи, гном. Детектив одинокой звезды наконец замечает вас. Ну а вы замечаете его сверхчеловеческие способности. В наблюдении. А ты кто такой? Я никто и ничего не слышал. Так-то. Если еще что-нибудь услышишь, я тебе к чертовой матери башку проломлю. Он переводит взгляд на гнома. Дрезден, мне нужно что-либо еще. Мне нужно кого-нибудь отправить в тюрьму за эту неделю. И заслужить свое повышение. Дрезден выглядит удивленным. Ты всегда так просто друзей заводишь? Возможно, он обращается к нам более официально. Ну давайте более официально. Вы всегда так легко заводите друзей. Я ищу отлично людей на вечеринках развлекаю. Он слегка склоняет голову. Давай будем честны друг с другом. Ты действительно работаешь на вертвеца? Сэм был здесь, когда он был мне нужен. Не хотелось бы вернуть должок. Опять удивительно. Детектив Макласки не заинтересован ни в чем, кроме детектива Макласки. Он бы, собственно, мать засадил за очередные 10 ньенов, прибавленные к его недельному счету. Точнее, к его недельной выплате. Плюс он берет взятки. Дрэзден останавливается, раздумывает над чем-то. Что ж, судя по всему, ты человек честный. И уважаешь остальных. А я уважаю мертвецов. Свои линии работы. Так что что-то общее у нас есть. Ну, в принципе, дело шло отчасти, но... Охрену. Вважение это тоже делает такое. Что же я могу сделать, чтобы помочь тебе? Взяточничает? Что ж, а кто же держит его на поводке? Я не знаю. Но кто-то с крупным... С длинными руками присматривает за Макласки. И за его кошельком. А что это Макласки сказал о... Матери Сэма? Согласно официальному рапорту, она покончила с собой год назад. А не ты ли составляешь официальные рапорты по этому поводу? Да, мы имя на рапорте. Но... Точные находки... Были несколько сомнительными. Я не могу сказать, что это не был суицид, но... На ее предплечьях были... Довольно странные шрамы. Точнее, странные синяки. И... Она не использовала свою главную руку для того, чтобы нажать курок. Ну, мне приказали бросить это дело. Что ж, я его бросил. Ну и почем нынче органы? Целое здоровое тело... Может стоить... Целую пачку ньен. Но... Отдельные органы... Не так дороги. Со всеми этими синтетическими органами и киберпротезами, которые нынче продают. Перемалыватели органов... Работают только с недавно усопшими. Разумеется, наших отделов довольно-таки много. Да и они не такие разборчивые. К тому же. Им пофигу, откуда трупы поступают. Кстати, а кто до сих пор пользуется скальпелями? Докторов до сих пор обучают, как ими пользоваться в первый год обучения в медицинской школе. Как и коронеров. Но ни одна профессия не использует их больше. Возможно, некоторые... Меньше отделения наших... Некоторые отделения торговцев органами используют скальпели, я думаю. Но... Я не знаю, где можно такие найти. Что ты знаешь о Союзе Швей? А, это... Клуб недалеко отсюда. Развалено. Он притягивает различных... Личностей. Думаю, тебе понравится. Я... Ну, я особо не выхожу никуда. Слишком много работы, чтобы... Хоть куда-нибудь отлучиться. К тому же, с мёртвыми работать заметно легче. Чем с живыми. И ещё одно. Где убили Сэма? Дрезден пристально смотрит на вас некоторое время, прежде чем начинает говорить. Знаешь, я мог бы сделать кое-что получше. Почему бы тебе... Эээ... Не посмотреть вокруг... Особенности... Почему бы тебе не посмотреть... Эээ... Вон в тех морозильниках для трупов. В дальнем конце зала. Может, найдёшь что-нибудь... Эээ... Полезное. Эээ... Ладно. Я... Пойду... Займусь этим. Что-то полезное. И что же, интересно, там будет полезного? Сейчас узнаем. Понятно. Что же может быть в... Морозильнике для трупов. На морозильнике стоит метка Джон До. Но внутренняя температура... Установлена на комнатную. Что очень странно. Что ж. Открыть морозильник. Точнее, открыть слот морозильника. Я не знаю, как оно точно называется. Вот эти вот... Морозильники... Ну, в общем, мы откроем вот морозильную камеру. Морозильная камера открывается только для того, чтобы вы увидели полностью одетого человека. С руками на его груди. С крещеным на груди. Пу-пу-пу-пу. К дополнению... В дополнение к самым светло-оранжевым волосам, которые вы только видели. Его тело находится в очень... В состоянии. Внезапно тело говорит. Эй, полегче! Одним быстрым движением мужчина соскакивает с камеры морозильника и встает перед вами. Для того, кто только что проснулся в морозилке морга, он выглядит неповрежденным и очень хорошо сложенным. Вы замечаете разъем данных, вставленный в его лобные доли. И несколько шаманских татуировок, выглядывающих из-под воротника. Интересное сочетание. Я же говорил Джону разбудить меня в 6 часов утра. Что? Уже 6 часов утра? Что-то не похоже на 6 часов утра. Я тебе что, будильник что ли? Оу-оу-оу, приятель. Полегче. Я еще утренний кофе не выпил. Он издает смешок. Ну что ж. Довольно неплохой ночной сон. Как положительный эффект, я заметил, ты меня еще не убил. Что ж, это хорошо. Если уж ты не охотишься за мной, зачем ты здесь? Я расследую дело Сэма Уотса. Коронер думает, ты можешь мне помочь. Сэм, да. Рад, что хоть кого-то это заботит. Мы выпивали вместе раньше. Там, в Союзе. Довольно неплохой парень. Постоянно попадал в переплеты. Но... Джек поворачивает свою голову и орет в другой конец зала. Джон! С этим парнем все... С этой дамой все хорошо? То есть, можно ли этой даме доверять? Да, она в курсе. Работает на Сэма. Хочешь верь, хочешь нет. Что-то вроде посмертного сообщения. Я подумал, ты мог бы ей помочь. Может быть, даже перестал тут ошиваться весь день. Ну, спасибо, что подрядил меня. Он останавливается. Осматривает вас с ног до головы, но... За этими очками нихрена непонятно. Ну, ладно. Имя Джейк. Джейк. Армитаж. И... А ты? Зови меня Стилкроу. Приятно познакомиться. Что ж. Похоже, ты тут по самые уши вляпался. Джон прав. Я мог бы тебе помочь. Я был вместе с Сэмом в ночь убийства. Бедный парень. Мы с ним зависали в союзе швей в ту ночь. Он весь шатался. Был пьяный в доску. Я залег там на дно на несколько дней после плохого забега. Миссис Кубота попросила меня вышвырнуть Сэма, что я и сделал. Но в подворотне на нас кто-то накинулся. Он тряхнул головой. А, черт. Может мне все-таки надо немного кофе. Джон, не могу ты принести мне кружечку? Сам себе кружку принеси. У меня тут руки грязные. Да что же не так с этими внутренностями? Точнее, с этими кишками. Вы слышите громкий плюх. Вместе с тем Дрезден продолжает его работу. Спасибо, Джон. Ты настоящий друг. Ладно. Фигня в том, что на меня тут... За мою голову назначена здоровенная награда. Как я уже сказал, моя последняя работа пошла не совсем по плану. Там, в подворотне, несколько хэллоуиниров. Назвать их хэллоуинищиками, у меня просто язык не поворачивается. А пускай будет что-то стандартное. Набросились на нас. Чертовы придурки. Думали, они могут... Быстонько меня сцапать и получить награду за мою голову. Джек улыбается, и по выражению его лица вы понимаете, что... Для бандитов дело так хорошо не пошло. Сэм куда-то пропал в разгаре боя. И это последний раз, когда я его видел. Ну, до того, как он оказался здесь, мертвый. Несколько напоминает мне последнюю ночь пребывания здесь. Ты знаешь еще что-нибудь? Я знаю, они нашли его тело в квартале... От Союза. Оно там просто валялось... На улице. Что ж, это развалины. Джек смотрит вниз. Выражение его лица скрыто... Захромированными алыми очками. Захромированными с алыми очками. Какой позор. Жаль, меня там не было. Если бы эти чертовы придурки не появились. Слушай, вот что я тебе скажу. Ты выглядишь так, будто можешь постоять за себя в драке. Мне бы не пригодилась помощь... По улаживанию... По сведению счетов. С этими чертовыми халавинирами. Их лидер... Заставил всю свою шайку меня искать. Мне надо от него избавиться. В качестве платы я отведу тебя на место, где Сэм был убит. Это довольно небезопасно, гулять по этим улицам в ночи, знаешь ли. Джек опять смиряет тебя взглядом. Смиряет нас взглядом. Ну, возможно, я еще и подброшу тебе кое-какие полезные вещи. Что скажешь? Я за так не работаю. Если уж я и дерусь, то за деньги. В Ниенах, не в Турах. Что ж, я бы сказал то же самое на твоем месте. Ладно. У меня тут есть карточка на тысяча Ниенов с твоим именем на ней. Поможешь мне избавиться от этих бандитов? И она твоя. Я хочу полторы тысячи. А, да ты еще и торгашь. Ладно, полторы тысячи. Но лучше бы ты стоил этих денег. Я хорошо дерусь, если ты хорошо платишь. Здорово. Я тут прятался с... С самого того момента. С той стычки с этими хэллоуинирами. С момента той стычки. А... Чертова кучка придурков. Но этот район развален. Это их территория. Черт. Я, знаешь ли, удивлен, что ты добрался сюда, не столкнувшись с ними. Дрезден поворачивает... Дрезден кричит через плечо. Очень смешно, Джейк. Можешь поспать в мусорке в следующий раз. Ладно, тебе нужно оружие. Дай мне пистолет. О, я тоже люблю пистолеты. Что ж, вот, держи один. Ну что, готов выдвигаться? Подожди немного. Расскажи мне хоть что-нибудь об этих... Бандитах. Ну... Одни одна из самых назойливых банд в городе. Их символ это горящий... Джеку Лантерн. Ну, это же фонарь Джека. Ну, я думаю, люди, которые знакомы с темой Хэллоуина, они знают это. Оно не особо переводится. Ну, вам бы... Ну, тебе бы не понравилась их версия награда или... Или розыгрыш. Их версия награды или розыгрыша. Здесь их предводителем является тролль по имени Джон Пол. Он заставил всех их искать меня. Избавимся от него. Может быть, я смогу вздохнуть свободно. Что ж... Прикрывай меня. Ямоди хотелось пожалеть об этом. Я буду следовать за тобой. Хэллоуиниры за тобой не охотятся. Ну, пока. Можем выдвигаться, когда ты готов. Ну, а делать-то нам здесь особо нечего. Что ж, на улицу. Да, выдвигаемся. Редманские развалины. Я бы сказал, назвал это редманскими трущобами, на самом деле. Потому что развалины не подходят. Пустоши тоже. Давайте, пускай это будут все-таки трущобы. Я немножечко не в ладах со своим словарем. Что ж, походите по Сиэтлу. И раньше или позже вы окажетесь в редманских трущобах. Неважно, с каким делом вы сюда заглянете. Но трущобы вам не понравятся. Частично радиоактивная пустошь. Трижды. Трижды трущобов, которые человек человеку волк. Добавьте немножечко туристической западни. И вы получите рецепт для самого хренового места на земле. Точнее, просто получите самое хреновое место на земле. Нафига кому-то здесь нужен рецепт? Это место и так уже существует. Вы оставляете позади смерть и формальдегид перемалыватели органов. И входите в анархию и отчаяние улиц. Джек останавливается на секунду, чтобы глубоко вздохнуть. Наполняя свои легкие выхлопными газами мотоциклов, радиоактивной пылью, кордитом и черт знает еще чем. Он выдыхает с выражением уверенности и готовности. С выражением уверенной готовности. Вонь и грязь повсюду говорят ему, что он дома. Мой схрон за углом в аллее. Пойдем проверим его. А тут автобус останавливается. Хочешь хорошо провести время, детка? Да, но пройти туки там не нужны. А вон там наш схрон в куче мусора. Что ж, посмотрим, что у нас тут. Ящичек. Спрятанный в куче мусора в переулке Перед вами стоит высокотехнологичный сейф с замком на магнитной карточке. Открыть сейф с карточкой Джейка. С тихим свистом сейф открывается для того, чтобы представить вашим глазам коллекцию снаряжения, которые идеально подходят под вас. Вы берете снаряжение. Ну и тут целая куча всего. Аптечки, гранаты. Комплект хирурга для воскрешения мертвых. Ну, точнее, я бы сказал, такие для лечения фритических повреждений. Но гранаты мы пока отложим в сторону. И на нас нападают. Отдавайте лут, придурки. Честно говоря, не знаю, как оно переводится. Напомню. Так, что у нас тут есть? Ага. Ого. Ничего себе. Этого дрона-то. Ну ладно. А. Не так уж и много дома, да. Так, а сколько он еще может? То есть у него два очка десять. Тынь критом. Ого. Ого. Черт убери, граната. Ого. 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 То есть фактически я могу управлять или дроном, или... или не дроном, или собой. Как-то глуповато, что ли. Что ж, добро пожаловать трущобым. Думаю, мне придется перепрятать свое снаряжение. Что же это получается? Недвижимость вкладываться не стоит. Только на час или два. Эй, ты же знаешь, где я останавливаюсь на ночь. Итак, когда у тебя есть хоть какое-то снаряжение, давай-ка разберемся с этими халавинирами. Что интересно, куда мой долбаный дрон пропадет после этого. А, он едет за мной. Эй, у меня есть дрон. Какое будущее вы выбираете для вашего ребенка, если он дрон? Так, у меня есть еще три очка кармы, которые я не знаю куда запихнуть. А, вот. То есть он идет как оружие. Ха, то есть мне можно было в принципе наплевать на пистолеты. Ну да ладно, если дрона прибьют, пистолет-то мне как раз таки понадобится. Да, у этого чувака, конечно, пистолет-то покруче будет. Впрочем, у него еще есть и спелы. Эм, где они там? Да, активировать. Отлично. Так, тут у нас какой-то мужик. Обеспокоенный человек. Человек перед вами выглядит хорошо воспитанным, но очень сильно нервничает. Эм, простите мэм, я вас не знаю, но вы выглядите так, будто вы можете постоять за себя в драке. И мне нужна помощь. Я сражаюсь только, когда мне платят. О, мы вам заплатим. Несколько бандитов рэкетируют наш рынок, который мы недалеко, который мы здесь расположили. Причем уже давно рэкетируют. А с недавних пор стало еще хуже. Я не думаю, что мы можем позволить себе платить им вечно. Но... Никто против них еще не мог выйти. А одинокая звезда вообще не хочет с ними связываться. Сколько их и сколько ты платишь? Думаю, их там только двое на данный момент. Я не знаю насчет цены, но думаю миссис Джеймс точно вас как-нибудь вознаградит. Что ж, мой текущий клиент довольно терпелив. Где они? О, спасибо вам. Продолжайте двигаться на север. Вы как раз утнетесь в рынок. Ну что ж, пойдем посмотрим, что у них там. Приятель, лучше плати. Эээ... Коммерция как сорняк. Селится везде, где только может найти место. Вот и здесь расположился маленький самодельный рынок. Но у нас же ничего нет. Не моя проблема. Заплати до утра, а не то. Ну что ж, посмотрим кто это у нас тут. Бандит пытается использовать свою массу и зловонное дыхание с целью напугать владельца лавки. Старая женщина хорошо держится. Но вы можете заметить, что терпение бандита очень быстро иссякает. И скоро он возьмется за оружие. А? А? А ты кто такой, черт возьми? Ставлю на то, что твоя мама тобой гордится. Будто я этого раньше не слышал. Я значка не вижу, так что какого бы черта тебя отсюда не убраться. поскольку мне уже надоели уроды вроде тебя. Я знаю, что ты трепаться сюда пришел. Дэш, прикончи эту даму. Ты мертв, че-то побери. Да, 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 конечно. Кто еще мертв будет? Им же мой дрон навалять может. Без особых проблем. Я могу помечать цели. Ясно. И где же мой дрон? Щпонь. Готов. Итак, я еще могу спрятаться куда-нибудь. Оу, это было больно А, вот, я же просто его включаю, чёрт Ну что же, мы его прибили Так, и это у нас миссис Джеймс Я не могу отблагодарить вас в достаточной степени Неприятно видеть все эти разборки Но эти люди так просто бы не ушли Мы просто хотим хоть чем-то заниматься в этом мире Владелица лавки передаёт вам несколько ньен Пожалуйста, это всё, что мы можем себе позволить Взять ньен Что ж, я-то возьму Вообще всего-то 48, да Надо было ставить Ладно, пофигу А то у меня есть бабки Хоть какие-то Спасибо вам Что это у нас тут за дамой Даму нас зовут Сара Её одежда, может, и грязная Но эта женщина Ещё не похожа на бомжа Эй, это не моё дело Но я бы туда не ходил Тоже рад тебя видеть Эй, я Просто подумал, что могла бы Посоветовать вам кое-чего Эти халавиниры Они тут Достают всех Она указывает в сторону востока Они Они приехали сегодня утром на этих дурацких мотоциклах Разбили лагерь на месте старого рынка Они тут по всему По всем улицам ходят Весь день Обирают население Нам всё равно туда дорога Что у нас тут? А тут какой-то чувак по имени Влад Сейчас смиряет вас взглядом По мере того, как вы приближаетесь Вы можете заметить, что Он похож на Вы можете заметить, что В его голове Борется За первенство мыслей о сражении Или бегстве За отметинами От шин на его Замечайте Набор татуировок Которые говорят о том, что он Возможно, когда-то был шаманом Эй, чувак Ты в порядке? Да, нет Да, нет Я видел что-то Оно 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 Хотел убить меня О, господи Успокойся Я Стилкроу Как тебя зовут? Меня зовут Зовут Меня зовут Влад Неплохие татуировки Влад Ты шаман? Слово шаман Задевает что-то в его голове С него как бы сбрасывается Некоторая часть его Забытия Да Да Да, я шаман Я так и думал Что же ты видел, Влад? Видел Да Я Что-то видел Прошлой ночью Я видел Духа Такого темного Такого Неземного Такого Влад сбивается И вздрагивает Где ты видел Этого Духа Как раз Напротив Как раз Через улицу Напротив Союза Швей Уверен Он уже ушел Влад Он Не собирался Тебя убивать Ты в порядке Ты Ты в безопасности Спасибо вам Я думаю Вы правы Я Я Я Я Я лучше себя чувствую Намного лучше А сейчас Я Я думал Мне Мне хорошо бы поспать Короче говоря Какой ты наркоман Не ходите на рынок Ну а что поделаешь Мне туда надо Не бейте меня А Вот Выжженный символ На земле Ну что ж Мне сюда дорога И так Нас замечает Дозорный Хэллоуиниров Эй Жопошники Еще один шаг Вперед И Ему вас тут же Положим Это собственность Хэллоуиниров О Это один из тех Двух Что ушли Если бы я не промахнулся Эти Идиоты Эти Эти бы Эти идиоты Побросали бы Все и уже Свалили Погодите Минутку Ты что С Джейком Зависаешь Плохая Идея Приятель Хэллоуиниры Собира Эээ Заберут Эту Награду А твоя Смерть Что ж Она будет Неприятным Бонусом Итак, начинаем с гожения. Что у нас есть? У нас у этого парня есть книжечка, так, да, это мы не можем пока применить, к сожалению, а то мы можем куда-нибудь его спрятать, если бы я знал, к чему вот это вот идет. Но я, честно говоря, не знаю, тут что-то меня такие... такая задача в этом. А, мы его просто расстреляем, что-то, мать. О, хрена. О, это больно. Меня уже убили. Ну, прекрасно. Кританули, и я труп. Да, вот что бывает, когда не качаешь хитпоинты. Ладно, начнем заново. Так, что ж, пожалуй, это я переводить не буду. Надо же было так облапошиться. Ну да ладно. Так, мы откроем сейф снова. Так, откроем наш сейф. И возьмем шмотки. Так. Теперь у нас опять попадают какие-то придурковатые личности. Ладно. Включим брона. Походу, он в любом случае собирался критовать. Я думаю, я в этот раз шмальну огнем чувака. Не делать ничего. О, неплохо. Критом. Сейчас наследим. Просто потому, что мы грудимся тут. Ай. Застал ее с пистолета. Отлично. Так. Опять-таки возьмем Жейка. Хорошо, в принципе, что вот спело можно юзать так, вне боя. Вот таки. Большой плюс. Так. Ладно, давайте-ка прогуляемся. Так. 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 Ну да, почему не мне в лицо влетело все это, не понимаю. Ну ладно. О, он немножко сменился опять. Ничего. Ладно, дадим ей ваши бабки. Здесь 48 ньен, я вообще не знаю, на что их могу потратить. Так что, пожалуй, пускай остается при ней. Так, надо быстренько разобраться с этими диалогами. Так, так-так-так-так. Да-да-да. Где же мы его увидим? Что ж, поперли, нам надо прибить говнюка. Начнем, пожалуй, теперь отсюда. Не фиг знает. Ага. Ага. Та же самая история. Ну что же. Вот и у него опять есть здесь какая-то хрень. Я вот, честно говоря, вообще не понимаю, почему она нужна. Но мы можем немножечко, так сказать, отступиться и... залезть в глоссарий. Что у нас есть здесь? Риггер, понятно. О боже мой, орк риггер. Да вы издеваетесь. И так, и так, и так. Ага. Тут у нас на 1 АП просто меньше становится. Да то дрон может шмалять по всем. Ага. Ну мы же еще и декеры. Ну тут все разом. Еще и с пистолетом шмаляем по народу. Ладно, ладно. Так. Это сейчас шамана призывают. Забавно, то есть он в принципе шаман. Но почему у него вот эти вот дурацкие символы возникают. Это вот понятно. То есть там можно призвать духа. Аааааа. Бббббббббб. Где же чёрт побери? Вот мы о гем. Посмотрим. Бред какой-то на самом деле Непонятно, что это здесь указано Чему оно Ну ладно, может быть потом Как-нибудь разберемся А пока надо спрятать куда-нибудь Свою задницу И включить дрона Забавно, что он Разъезжает За бесплатно, пока не включился А что там? Дрон стоит тут Он ничего не знает Ага, трубовика на таком расстоянии 48% попадания Вы издеваетесь Ага, трубовика на таком расстоянии Ага, трубовика на таком расстоянии в точности себе прибавила на кой чёрт вообще непонятно Упс, кажись кого-то заменисовали Продолжение следует... 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 запах жареного запах жареной пищи сахарной пудры и слегка пригорелого пригорелого кофе почти что перебарывают канализационную вонь улиц редмонда тролль работающий у ларька заправляющий ларьком покрыт пятнами покрыт пищевыми пятнами более старыми чем он сам что будешь заказывать приятель давайте спросим что нибудь можно в принципе сразу купить вот этот я возьму пончик с жемом и чашку сайкафа пожалуй так и сделаем она мне понадобится наслаждайтесь что ж что ты можешь рассказать мне о трущобах трущобы чёрт если ты спрашиваешь ты тут явно никогда не был так улица на которой мы находимся в принципе там называется турист вильям и я предполагаю это место здесь самое близкое по отношению что можно самое близкое к тому что называется центром так сказать что ты переживешь ночь после того как попьешь воды из местной лужи ну если повезет не рекомендовал бы этого делать в принципе он чешет подмышку теперь за мной это союз швей хочешь напиться мазаться поискать какие у него и какой-нибудь работы или же информацию что ж союз это то что тебе нужно черт да это место причина по которой я все еще в бизнесе местный народ обычно покупает у меня пончики когда они закатывают вечеринки миссис кубота владеет этим местом и она редкая штучка сильная женщина и требовательная но справедливая ты не видел убийство подворот не через дорогу нет я был закрыт когда это случилось но эй это же трущобы убийство в аллеях это убийство в подворотнях это не новость в этих краях если причиной по которой копы раздувают какую-то шумиху вокруг этого дела с потрошителем это то что некоторые жертвы были реальными людьми ну ты понял людьми без имплантантов и с паспортами я не знаю как назвать до сих пор этот сайн что ж увидимся а это кто у нас да чувак хренового вида эй приятель да у монета для тебя есть парочка вкусняшек а именно тех которые каждый хороший бегун должен иметь в своем кармане что ж давай посмотрим что у тебя есть Ну, у него здесь наркотики К сожалению, наркотиками я вообще никак не интересуюсь Э, к тому же они довольно дорогие Мне нафиг не нужны твои Плюшки Это Лучшее место На земле Я надеюсь, кстати, этот звук сейчас не режет никому Ушей, потому что у меня звучание довольно-таки неплохое Звуки смеха и музыки доносятся изнутри Ну, думаю, вы пока не будете сюда заходить Вам еще надо посидеть место преступления Что ж, мы его и посетим Кто здесь у нас? Некая Салли Гном торговец упаковывает товары со своего ларька на ночь То есть убирает товары с прилавка на ночь Я закрыто Приходите завтра Слушаю, тебя тут открывается отличный вид на На переулок Через дорогу Ты случаем не могла видеть убийство прошлой ночью? Она рычит Конечно Я закрывалась Закрывалась Так, простите Виноват 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 Твори, что виноват Посторонние звуки Я закрывалась Когда я услышала Серию взрывов Позади Союза Пару секунд спустя Этот парень появляется Бежит через улицу Я его хорошенько не рассмотрела Затем все Источники света В переулке взорвались От нечего делать После этого там было уже очень тихо Дай-ка подумать И ты, конечно же, не побежала Чтобы посмотреть, что же случилось Разумеется, нет В этих местах Эти вещи Случаются Уже очень часто Да и убить тебя здесь могут Что, спасибо, что уделила мне время Ага Нет проблем По приближению к сцене Убийства Сэма Джейк замечает Мигающие красные и синие огни Впереди Эй, подожди-ка Одинокая звезда Знаешь ли Занимается Сбором Наград Назначенных Корпорациями И та, что Висит на моей голове Все еще, собственно говоря Не ушла Никуда Он вздыхает Извини, приятель Думаю, это место Где мы разойдемся Еще раз спасибо За то, что помог С этими халувинирами Вот твоя оплата Что ж Мне не нужны Ньен Там, куда я собираюсь Да и ты смотришься Так Будто мог бы Использовать Дополнительные деньги Взаимно, Джейк Звякни мне Когда освободишься Да, конечно Он Начинает уходить Но затем Разворачивается Эй Еще кое-что Когда будешь Проверять Сцену преступления Своего друга А, нет Когда Когда закончишь С изучением Места преступления Загляни В Союз Швей Он тут Вниз по улице Если Снаряжение Информация Ну Или какой-нибудь Крепкий напиток Это место Которое тебе нужно Пожалуй Лучшее место На этой стороне Чикаго Хотя На самом деле Забавно Возможно Я неправильно Перевожу Мы ведь В Сиэтле Все-таки Это место Было Моим центром Операции Годами Некоторое время Назад Обзаведись Хорошими Друзьями Здесь И Я уверен Ты сможешь Докопаться До истины С этим делом О потрошителе Что ж Неплохо было С тобой Повидаться Джек Разворачивается И исчезает В тенях Редманских Трущоб В тенях Точнее Ну а что У нас тут Яркая Желтая Полицейская Лента Осыпляет Место Преступления За ней Можно Заметить Нарисованные Мелом Обводы Вокруг Лежавшего Здесь Тела Рядом С ним Находится Довольно Таки Большая Темно-красная Лужа Крови Она Полностью Покрывает Кусок Асфальта Где Умер Сэм Уоттс На входе На входе В переулок Стоит Офицер Одинокой Звезды Коп Выглядит Замерзшим Голодным И Раздраженным Из-за Бомжа Который В данный момент Продолжает Его Данимать Слушай Говорю Же Тебе Мне Нужно Забрать Свои Шмотки Из Этого Переулка Или Я Тут Умру От Холода Офицер Вздыхает Я вам уже Битый час Пытаюсь Объяснить Что это Официальное Расследование Одинокой Звезды Я не могу Допустить Хоть кого-либо Сюда Эй У меня есть Брава Слушай Ты Мусор Беспаспортный У меня Тут работа Есть Найди Себе Новую Простыню Точнее Новое Покрывало Или же Я найду Или у меня Появится Причина Использовать Мою шоковую Дубинку Типично Я вас всех Свиней Ненавижу Коп Смотрит Вашим Направлением Что Ещё Длинная Ночка Да Выглядит Замёрзшим Так что Я вам тут Принёс Пончик И Немного Кофе Эй Спасибо Лицо Офицера Освещается Точнее Так сказать Освещается Жизненный Свет Освещается Светом Жизни Как только он Делает Глоток Он выглядит Довольно Доверчивым Для офицера Представляющего Закон Знаешь Когда мой отец Был копом Это было Ещё в те времена Когда копы Работали На правительство Он Рассказывал Народ Оглащал Его Кофем Всё Время Но До этого Момента Я таких Почести Не видел Так что Я могу Лететь Сделать Ну Вообще То Я работаю На Умершего Здесь Человека Хочу Помочь Ему Найти Его Убийцу Может Я Мог Бы Зайти Посмотреть Вокруг Может Я найду Какие-нибудь Влики Твой Клиент Это Воды Что Ж Это Как-то Странно Женщина Но Я Уважаю Это Ладно Только Не Напортать Где-нибудь Не Испорти Доказательства Конечно Не то Чтобы Хоть Кто-нибудь Хоть Что-то Заметил Так Как Команда Медэкспертов Уже Давно Ушла И Не вернется Посмотрим Что нам Хоть Искать Бомж Улицы Не пощадили Этого Человека Но Они Закалили Его Этот Мужчина Определенно Выживатель Хотя Он До сих пор Борется С возрастом С возрастом И артритом Ты Я Видел Тебя Тут С этим Сволочным Копом Что-то Хочешь Знаешь Что-нибудь Убийство Которое Здесь Произошло Он Смотрит На тебя С прищером Исполненные Подозрения Ты что Коп Или Работаешь На Корпорацию Нет Я в Свободном Полете Просто Хотел Задать Пару Вопросов О Хорошо Я Никогда Не сказал Этим Копом Находящимся На зарплате Ничего Что ты Хочешь Знать Ты Видел Преступление Нет Я Не могу Сказать Что Я Раздосадован Этим Я Переносил Ящики Для Миссис Джеймс Там На рынке Не могу Много Носить Как Раньше Так что Это Заняло Некоторое Время Вернулся Сюда В то Время Как Взвести То Что Вы Видите Как Парочка Туристов Блюет Тут Рядом Своим Местом После Этого Эта Сволочь В униформе Уже Оцепила Мою Мой Переулок И Не пускает Меня сюда Похоже Ты тут живешь Да Верно Последние Пару Месяцев Я Тут Спал Я Провожу В свои Дни Делаю Странную Работу Для Уличных Торговцев Ну Или Вожу Тут Туристов На экскурсии Вокруг Союза Швей Что еще Ты видел Тот Ночью Ну Знаешь Ранее Ночью Я видел Подшел Родливого Тролля В зеленых Медицинских Одеждах Медицинском Халате Знаешь Ли Который Тут Швынырял Вокруг Он Купил Несколько Пончиков И Пару Кружок Кофе У Дэна Вон Там Выглядел Нервным И Он Делал Все Левой Рукой Потому Что Правая Была Вся Что Правая Была Полностью Заменена Какими-то Кибер Протезами Можешь Что-нибудь Рассказать О Кибер Протезах Тролля Ну Они Были Большие И Я Думаю Должны Были Иметься На них Какие-то Медицинские Приспособления Потому Что Я Видел Несколько Иголок Знаешь Выглядело Так Как Те Которые Я Видел Назад В 44 Ну Когда Меня Поймали Эльфы Они Надо Мной Все Виды Экспериментов Проводили Отвечаю Никогда Не доверял Всем Этим Кибер Людям Это Все Что Мне Нужно Знать Спасибо Уедемся Что Что У нас Тут Есть Это Груда Мусора Выглядит Как Пальто И Покрывало О которых Говорил Старый Человек Что Изучить Эту Горку Мусора Как Только Вы Сдвигаете В сторону Груду Одежды Напечатанный Чек Выпадает Из Покрывала Это Чек Из Бара Судя По Надписи Из Союза Швей Датированный Двумя Днями Ранее На Три Часа Утра Прям Прям То Время Которое Указал Коронер Как Момент Смерти Посетитель Сэм Вот Имя Обслуживающего Койот Поднять Пальто И Простыни Точнее Дело Офиге Знает Что Что У нас Тут Среди Осколков Битого Стекла Которое Явно Было Местными Лампами Виднеется Стекло Которое Внеются Осколки Того Что Когда-то Похоже Было Тестовой Пробиркой Этот Фонарь Совсем Новенький Судя По виду Все Старые Фонари Этого Переулка Взорвались Непонятно От какой Силы Магической Или нет Тут Есть Два Набора Отпечатков Ботинок Один Человеческий А второй Побольше Явно Орка Или же Троллер Это довольно Интересно Эй Пацан Думаю Это Пальто И одеяло Принадлежат Тебе Дайте ему Пальто И одеяло Ну и Шмотки Ооо Как Щедро Как мило С твоей стороны Я Таких Людей Давно Не встречал Что ж Смотрим Что она знает Продавец Пончиков Если уж Он продавал Что то Ну и Разумеется Все как всегда Что тебе Подать Приятель О господи Что тебе Продать Приятель Ты Прошлой ночью Пару Пончиков Продал Троллю Который Насил Который Был В медицинском Халате Да Возможно Зачем Тебе Это знать Я Продаю Кучу Пончиков Целой Куче Народу Я То знаю Как Одинокая Звезда Относится К Мета Людям К Нелюдям Я Скажу О Тролле Который Купил У меня Пончики Прошлой Ночью До Убийства И они Его за Решетку Прячут Просто Потому Что Надо Чтобы Хоть Кто-то Сидел Нет Не Сегодня Мой Друг Убийства 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 И так Союз Швейн Относительно Других частей Турищоп Туриствиль Туриствиль И так Относим Других частей Турищоп Туриствиль Это Неоновый Оазис Это Так В его сердце Располагается Союз Швейн Расположенный В старом Коричневом Доме Из Кирпича На Углу Нелегальной И Возможностей Где Бомжи Группируются Вместе Бандиты Прочесывают Улицы Случайный Наемный Рабочий Приходит Перекантоваться Ищет Где Перекантоваться Так Здание Союза Было Переоборудовано Перестроено И восстановлено Столько Раз Что Теперь Оно Выглядит Как Старая Дева Использующая Использовавшая На своем Лице Слишком Много Слишком Много Штукатурки В попытке Выглядеть Молодой Дикая Ива Растущая Из Канавы Неподалеку Добавляет Немножечко Колорита Как только Вы Входите Шум Приглушенных Разговоров Обдает Вас Посетители Бара Задирают Свои Головы Осматривают Вас И возвращаются К своим Делам Это Одно Из тех Мест Где Каждый Знает Твое Имя Но Каждый Занят Своим Делом Итак Господа Думаю Это у нас Будет Первая Часть С этой Фигни Ежели Что Думаю Я Потом Дам Координаты Своей На ютубе Я Дружу Это видео Туда И Можно Будет Его Посмотреть Не знаю Правда Зачем Если Кто-то Это Смотрит И Не знаю Зачем Вообще Если Вы В это Играете Однако Думаю Сегодня Мы пока Закончим В следующий Раз Больше Фейлов Больше Дронов И Я Сменю Шмотки Разумеется Ну что До скорого Господа До скорого